здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать я сегодня хочу рассказать свои выводы и умозаключения насчет кето диеты потому что меня завалило вопрос во первых я считаю что диеты вообще не работают ну как они работают но они имеют очень кратковременный результат наверное вы замечали что вы посидели на какой-то диете получили нужный результат или получили нужную тенденцию расслабились успокоились окей у меня есть в руках инструмент и опять вернули к своему обычному образу питания и жизни которая подарила вам когда-то большое количество лишних килограммов жиром не пара не поворотливость грации бегемотика и так далее но зато у вас есть видите ли инструмент потом через некоторое время вы решаете вернуться набрав все это дело с лихвой вы решаете вернуться в диете а она уже не работает потому что организм злопамятная штука и если вы время от времени что-то вы урезаете в своем питании что-то делаете по-другому как вы знаете какая-то провокация сторону организма какой-то даваясь и вот это вот уберу а ты мне за это вот это сделаешь то есть вот такой вот неравный договор потому что организм ни в чем не виноват он полностью от вас зависит и короче говоря уже не так резво получается сбросить 5-10 килограмм на такой же ограничительной диете как это было допустим в прошлом или позапрошлом году если я права поставьте мне плюсики в чат если я действительно сказала то что с вами происходит или когда-то происходило но давайте по поводу кеты диеты то есть заметили я против слова диета давайте просто сформировал сформируем стиль питания на котором вы можете находиться длительный промежуток времени стиль питания это намного мягче чем диета стиль питания это будет более разнообразно чем диета это то на чем можно находиться всю жизнь и получать удовольствие от пищи но давайте все-таки рассмотрим кето диету а это диета с повышением количества жиров чем может наесться человек человек может наесться либо белком а либо кромали крахмалистыми углеводами а мы уже прошли тот промежуток времени когда люди сидели там на каких-то диетах рис например рисовая диета или еще и там гречневая диета понятно что когда сидишь даже на крахмалистых углеводов это редукция калорий это редукция питания и соответственно вес сдается даже на крахмалистых углеводов почему есть такое понятие как белковые диеты да когда человек есть только белки и просто салатики не крахмалистые углеводы и тоже хорошо происходит отдача веса потому что это фактически низкоуглеводная диета а что такое кето диета и она просто перегружена жирами жиры тоже длительное время стоят в желудке переваривается потом переходит в двенадцатиперстную кишку и наконец двенадцатиперстной кишки под воздействием под воздействием секрета поджелудочной железы и желчи происходит эмулигация жиров особенность чем вы старше тем меньше у вас желчи тем хуже срабатывает поджелудочная железа и тем хуже вы усваиваете жиры поэтому на мой взгляд а кето диета это вариант голода как ни странно потому что вы не все жиры усвоите и большая часть жиров уйдет с какашками через унитаз покинет ваш организм и наверное вы замечали как только вы даете большее количество жиров сразу какашки начинают пачкать кирамику унитаза то есть это вариант когда мы человека кормим форме вроде бы большим количеством жиров но на самом деле он большую часть этой пищи теряет потому что еще раз повторяю есть проблемы и сложности с доперевариванием жиров еще какой момент по кето диете которого я опасаюсь я несколько раз просто рек я не не работаю кето диетой но я несколько раз рекомендовала просто сбалансировать свой рацион по белку а белок всегда дружит с жирами и я замечала что когда даешь отмашку по белкам типа можешь есть сколько хочешь человек начинает переедать те продукты которые достаточно жирные это приятно для нашего и у меня было две барышни которые влетели в обострение холецистопанкреатита то есть у них был всегда были всегда проблемы в этой сфере а тут они расширили рацион и влетели холецистопанкреатит по это было для меня очень неприятно поэтому я не трогаю кето диеты и не расширяю рацион человека по жарам потому что я боюсь вот этого осложнения моя задача работать без осложнений что еще почему такое большое количество поклонников сейчас кето диет возможно знаете когда длительное время человек сдерживает сдерживает количество жиров питания потому что кардиолог объяснил что жиры это вредно что это приводит повышение уровня холестерина в крови когда диетолог это объясню когда ваша соседка выбирает все обезжиренное выбирает йогурт который имеет чуть ли не нулевую жирность вот длительное время может быть лет 20-25 наше население шугали вот этими жирами и человек старательно обезжиривала свою пищу это не дало никакого результата положительного а отрицательный результат мы имеем отрицательный результат это тотально низкий уровень жирорастворимых витаминов в нашем организме самый самый явный это дефицит по витамину d я смотрю большое количество таких анализов у людей бывает 15 единиц витамин d бывает 17 единиц витамин d когда безопасный минимальный уровень 30 и выше и причем это летом вот когда он должен быть вроде бы максимальный то есть люди за лето не набирают нужное количество витамина d в том числе это потому что мы как человечество лет 20 ограничили жиры и теперь после вот этих вот тотальных ограничений появились такие всадники на белом коне юху кетодиета жрем жиры и себя никак не ограничили ребята это просто вы опять было отклонение в одну сторону от централи а теперь отклонение в другую сторону от централи и будут пострадавшие это точно будут пострадавшие игры с вот этими кетодиетами и так далее это конечно все хорошо но вы знаете медицина есть такое понятие как доказательная медицина я конечно заглядываю доказательную медицину иногда выводы доказательной медицины никак не не соответствует моему личному опыту а мне тоже большой опыт просто мой жизненный опыт и опыт консультирования но все-таки есть определенное количество исследований которые говорят чем ниже колораж ты съел в течение жизни тем твоя жизнь будет длиннее до жиры имеют достаточно высокий колораж они брали именно вот этот компонент поэтому я стараюсь не идти в новом модности потому что никто длительных рандомизированных плацебо контролируемых исследований ну там немножечко по-другому эти исследования ведутся по поводу длительного применения большого количества жиров питания человека не проводил не проводит поэтому не залазьте в большое количество жиров во первой причине это все-таки перебор мы с вами никогда не говорим о калориях но все-таки это перебор по калорий а и это возможно провокация для вашего желчного пузыря который может не сработать и для вашей поджелудочной железы почему же все-таки работают все эти лет да просто потому что они низко углевод господа кетодиета работает потому что она не только высоко жировая сколько она низко углеводные ведь вы заметили на кетодиете запрещены все крахмалистые продукты вот и все вам не обязательно загружать вашу кетодиету жирами если у вас есть даже какие-то неблагоприятные например уже не лезет до говорят люди или меня тошнит или она мне не идет и так далее просто сделайте свое питание низко углеводным чтобы вам было сытно а вы можете выбирать и жирные продукты питания в том числе но не догружайте свою диету жирными продуктами вот о чем что что еще такой я хотела сказать что фактически кетодиета это вариант голода да я уже сказала об этом это вариант голода когда человеку дают те продукты которые он хуже всего переваривают и легче всего теряется какашка но вот такой момент какого какой позиции пройдет придерживаясь я и я прошу всех придерживаться этой позиции первое не играться диетами но формировать стиль питания то есть моя задача всегда такая пусть я иду медленно пусть я иду без каких-то громких побед так скажем с человеком да вот он теряет свои два с половиной три килограмма веса жира в течение месяца он уменьшает свою талию на три сантиметра в течение месяца бывает хуже результаты бывают такие результаты иногда бывают лучшие результаты это медленно но это физиологическая потеря веса и объема а и моя задача чтобы человек был сытый чтобы человек был на форме чтобы ему было вкусно и чтобы он на этом питании мог прожить всю свою жизнь всю длинную и продуктивную жизнь вот это вот моя задача соответственно а давайте разберемся с вот этими бжу белки жиры углеводы есть такие кето диеты ну как бы они кратковременно я надеюсь просто современный человек берет кратковременную диету и стремится его при ее превратить стиль питания но ребят но это как бы жесткач честное слово так вот такие кето диеты есть которые говорят в течение дня вы должны использовать 20 грамм белка то есть 20 грамм строительного материала углеводы мы все убрали а все остальное жиры ребят вот он голод 20 грамм белка я не знаю сколько белка получали люди в бухенвайде я не знаю сколько они там получали получали ли они хотя бы 20 грамм белка но люди в бухенвайде получали мизер по белку и руками разгребали завалы понимаете то есть они еще тяжело физически работали конечно смертность конечно кстати говоря атеросклероз зашкаливающий атеросклероз что такое уровень холестерина в крови это ремонтная мастика здесь замазать здесь подделать тут еще что-то понимаете много работы то есть ограничительная диета 20 грамм белка в течение дня все остальное добираем жиром это голод прикрытый жиром и еще такой человек чтобы получить результат и запустить липолис идет спортивный зал и там пашек на по полной программе это тот же самый бухенвайд только не завалы разбирать а железо таскать в спортивном зале но я могу быть 600 раз не права но извините я имею право на собственное мнение потому что я 15 лет в этой сфере и я не бросаюсь за новомодными течениями я знаю что такое элиминационная диета господа если вы у себя из диеты поисключали все то есть вы уже крахмала не едите сахар не едите вы уже послёного не едите вы уже что там еще надо не есть ну короче говоря все по убирали да и мясо не кушайте потому что это тело убиенных животных вот все уже поисключали и вам даже уже хорошо слизи до молочные послушать слизни образуются и так далее на этом мизере ваши клетки долго не проживут им нужно разнообразие вы же путешествуете по миру вы же хотите своими глазами смотреть еще на что-то для наших клеток а полный набор витаминов полный набор минералов полный набор а макро микроэлементов вот это то что для наших клеток абсолютно необходимо так дайте им это элиминационная диета это когда вы убрали посмотрели что у вас идет улучшение сузили продукт убрали большое количество продуктов сузили допустим куриная грудка буквально и брокколи и вам на этом хорошо а потом лично расширяться взяли новый продукт и посмотрели подходит он мне не подходит пять дней подходит взяли себе в копилочку через пять дней еще новый продукт взяли в копилочку и расширяетесь задача расширяться они сужаться последний пример который я вам проект приведу приходит ко мне девочка 23 лет красавица но глаза потухше она говорит а я говорю что такое почему вы решили проконсультироваться она говорит а у меня ничего не переваривается мне пища не переваривается вопроса по перевариванию чем больше вы сужаете свой пищевой рацион тем более конкретные ферменты образуются конкретные ферменты на грудку на вот этом сад на это соотношение белки жироуглеводы в данном продукте на брокколи понимаете вот ну как бы все остальное не надо все остальное разнообразие не нужно а вот конкретно нужное количество вот на эту пищу ну да ладно а я стою начинаю расспрашивать действительно полный разлад в переваривании пищи и говорю а что такое что вы вообще кушаете а она кушает буквально салатики только какие-то и все игры хорошо а где белковые компоненты пищи она говорит я с 17 лет на вегетарианство игру а и почему вы на вегетарианстве 17 лет что вас спровоцировала она ведь я поняла что я плохо перевариваю мясо и убрала все продукты животного происхождения и уже там с 17 до 23 сколько там пять лет я на вегетарианстве и говорю а почему вы ко мне пришли это же ваш был сознательный выбор она говорит так у меня теперь вообще ничего не переваривается у меня теперь и вот мои обычные продукты питания так каши это салаты всякие там капусты это тоже не переваривается смотрите это ферменты которые ну не имеют у них нет опыта работы с различными субстратами мы в том числе должны с вами упражнять нашу поджелудочную железу чтобы она пришла вот в этот ресторан а здесь допустим подают не знаю там осьминога чтобы можно было переварить осьминога мы переехали в америку и там нужно какой-нибудь не забив строганов попробовать нужно переварить его то есть здоровый организм это тот организм который у мире умеет переваривать даже ржавые гвозди если нужно будет вот я флотрирую да я надеюсь смотрите я ни с кем не вступаю в конфликты и в полеме если вам нравятся ваши результаты на кетогенной диете классно классно замечательно только отредактируйте суточную норму белка потому что все равно нужно строить вы можете сильно подхудеть на кетогенной диете в том числе потратив свою мышечную массу то есть смотрите в каждый момент когда вам не хватает сегодня белка для построения ферментов гормонов антител запускается гормон кортизол который расщепит вашу мышечную массу где-нибудь все равно где сделает аминокислоты из которых вы сделаете гормоны фермент антитела поэтому пожалуйста кетодиета круто но на суточной норме белка один грамм на килограмм веса сколько хотите жиров столько добавляйте но предостережение так чтобы это не выходило за пределы здравого смысла и не сожгло вам а поджелудочную железу и 12 и желчный пузырь чтобы количество жиров в вашем питании было адекватно вашей возможности как-то это все дело переварить по поводу углеводов я солидарна с кетодиетчиками чем меньше углеводов тем лучше но опять-таки человек интересное сознание ему говорят а углеводы это вредно бац убрав все углеводы из пищи жрет только куриную грудку и запивает сливками ребята застрянет застрянет это все дело а нужно нужен нужен продвигатор по желудочно-кишечному тракту поэтому углеводы сомнительный класс питательных веществ крахмалистые углеводы мы убираем а углеводы с низким гликемическим индексом 40 и ниже мы берем то есть это клетчатка без клетчатки будет рак кишечника будут запоры будет серое лицо будет интоксикация нельзя жрать белок или жиры но не продвигать это по кишечнику и последнее что я скажу эта диета оправдана в практике когда в неврологической практике потому что очень хорошие результаты у деток очень хорошие результаты потому что наша центральная нервная система самый жирный орган и вот как лечебная практика да это абсолютно оправданно и думайте что себе взять в корзинку на весь остаток жизни для качественного полноценного питания которое сделает вас красивым молодым и стройным человеком любом возрасте и и и и и и и и